Приезд, видно, митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия – всегда радостное и светлое событие. 2016 год – не исключение. В день престольного праздника Георгия Победоносца митрополит, как и все многие предыдущие годы, совершил в храме богослужение. В честь мужественного воина, непреклонного христианина, которого не сломили ни пытки, ни уговоры, а тречься от веры Христовой. День Великомученика приходится на 6 мая, в преддверии Великой Победы, и не случайно святой почитается не только Церковью, а всем нашим Отечеством. По окончании литургии митрополит, священнослужители, представители власти прошли к вечному огню, где их встречали ветераны и все, кто в этот день пришел на торжественный митинг. Спасибо тем, кто не вернулся с войны. Молитвой о погибших в Великой Отечественной войне, о всех тех, кто отдали свои жизни за родину, началось традиционное возложение цветов к вечному огню. Наступает минута молчания. Мы называем Вторую мировую войну священной и великой, потому что это была борьба за спасение нашей Отчизны. Вера в Победу укрепляла силу войны, но в душе своей мы всегда обращаемся к Всевышнему. Господи, помоги ему, скажешь. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Только к Богу. В этом году праздник Дня Победы мы отмечаем в пасхальной радости, как и в 45-м, когда православный праздник пришелся на День Георгия Победоносца, предвещая скорую победу. Это ли не провидение? Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.